Трудная игра была. Вообще все игры трудные, не имеет значения. Дома играешь на линзе, играешь в команде, все боятся. Трудно, приходится забрать три очка. В принципе, сегодня целую игру моментов у хозяев, можно сказать, что вообще не было. У нас были какие-то моменты, могли уже игру закончить, но, к сожалению, те моменты, которые у нас были, не использовали. Но я хочу сказать браво большое моим футболистам, потому что, если учитывая то, что целый день, как мы сюда прилетели, молодцы ребята, потому что должны были вылететь утром, вечером должны были здесь, но, к сожалению, проблемы были с самолетом. Мы сюда прилетели сегодня утром где-то в 7 часов, целые 6 часов в аэропорту просидели в Москве. Поэтому молодцы ребята. Нелегко было в конце, но это нелегко, потому что когда у ДАС возможность забить второй игол и уже закончить игру, мы не забили. И потом в конце. Но самое главное, что еще одна трудная игра. Три очка забрали и сейчас уже смотрим следующую игру у нас дома. Пожалуйста, вопросы. Задача возвращения в премьер-либо стоит у вас? Конечно, стоит. Команда хочет вернуться назад, потому что в прошлом году, я бы сказал, плей-офф вылетело. Многие не ждали. И, конечно, весь город, вся команда, вся управляющая команда хочет, чтобы эта команда тоже добыла с этого результата. Ну, конечно, были очень много изменений. Надо какое-то время, но мы очень многое потеряли. Поэтому для нас каждая игра сейчас уже как финальная игра. Так что мы будем стараться каждую игру уже выходить на три очка. Как я сказал, уже много игр проиграли. Когда команда хочет выйти в премьер-лигу из шести игр, не должен проигрывать три игры. К сожалению, мы проиграли. Но еще целый сезон впереди. И мы будем стараться вот эти потерянные очки как-то конференцировать. Так что еще все. Здесь чемпионат впереди. Мы только шести играли. Ну, есть ребята, которые сейчас подтягиваются в команде. Они тоже очень много не играли. С нами не были сначала, пришли потом в конце подготовительный период. Так что им тоже надо время. Но я думаю, что в будущем надеюсь, что еще лучше будем играть. И так до последней минуты не будем мучиться, чтобы выиграть игру. Пожалуйста, еще вопрос. Вы играли в чемпионшипе. Можете сравнить фанелы и чемпионшипы? Я бы сказал, что это ничем не уступает чемпионшип. Просто у чемпионшипа больше рекламы, больше заинтересованные люди. Я думаю, что это и больше рекламировать. Я думаю, что здесь, в этой лиге, очень трудно. Притом, если ты очень хорошо тоже не знаешь, то здесь можно и большие сюрпризы, сюрпризы. Здесь не играет кто набрал хороших футболистов. Все очень хорошо организованно играют. Физическая подготовка у всех команд очень хорошая. Так что очень трудно. Это мы уже на себе проверили. Потому что там игры, когда... Вообще там игры потеряли, которые мы должны были выиграть. Но, к сожалению, допустили какие-то ошибки в обороне и пропустили голы. Так что сейчас уже это прошлое. Нам не надо думать о прошлом, нам надо думать о будущем. Надеюсь, что сейчас в следующей игре лучше сыграем и завоеваем треточки. Еще? Тимур, согласны с тем, что ваши замены положительно сказались на игре Оренбурга, и ваша команда сумеет отодвинуть его от своих прород после перестановки? Да, эти ребята, которые вошли в замену, они, в принципе, некоторые, как я сказал, в конце подготовительного сезона пришли, они еще игры не играли, им надо время. Но они помогли, даже могли отличиться. Я очень доволен Куликом, я очень доволен. Чиркин тоже хорошо, это как его... Ну, конечно, Бегис тоже помог, помог. Я думаю, что он тоже очень хорошая сила в нашей защите, и в будущем еще хорошо себя покажет. Кого вы могли бы выделить из игроков в фатт-лор? Ну, интересная команда, хорошая команда. Есть футболисты, которые... Ну, вот, что я хочу сказать, что все команды физически очень хорошо подготовлены, поэтому здесь трудно играть. И, знаешь, здесь нет такого много индивидуализма, и как-то, в большинстве случаев, премиолинейная игра, и это еще труднее делать это дело, потому что, знаешь, играешь в других чемпионатах, там более зрелищные футболисты, они что-то себе лишнее позволят, а здесь нет такого, здесь все дисциплинированы, там знают, когда пройдет, надо подать, а там если ты все 90 минут не концентрированы в игре, то все могут тебя наказать. Вот как и у нас было, там игра была, мы дома играли, в принципе, где-то 90 минут, атаковали, моменты были, не смогли забить, я один раз перешел в Балтику, я нам забыл гол, и мы проиграли, а Балтика, сейчас уже лидер первенства, ну... поэтому, знаешь, где кто кого выигрывает, не поймешь, где можно пойти проиграть такие игры, что не должен проиграть, но пойдешь, потом выиграешь такие игры, вот, и были там команды, три игры поиграли, выиграли в начале, а сейчас они уже игры не могут выигрывать, так что, так что очень-очень трудный, очень интересный, я бы сказал, чемпионат. Ну, это когда, приятно еще, когда первый раз мы сегодня сыграли на хорошем, ну, футбольном поле, в принципе, мы играли все, не то, что там плохие, это как искусственные поля, очень хорошие искусственные поля, но все равно, футбол интереснее, вот, когда ты на такой, на таком поле, да, хороший стадион, большой стадион, ну, мало народу было, но, мало народу было, но все равно, кто они пришли, увидели, я думаю, что интересный футбол, такое напряжение, напряжение были все, я не знаю, сколько, 9-10, 5 минут сыграли, они все что-то в ожидании были каждую минуту. Можно? Ты можешь спросить у меня дома, да, блют ты. В самолете, в самолете, или в самолете, да. Дебют Бегича, насколько он был сегодня запланирован, выход его на поле, на своей ли он позиции сыграл, и что вы хотели добиться, выпустив его на поле? Ну, что мы хотели добиться, мы добились, это самое главное, вышел, он играет и правого защитника, играет и центрального защитника, так что он свое дело сделал, ну, в принципе, мы знали, что в последние минуты вот такие навалы пойдут, высокие мячи, и он там 2-3 раза выиграл, так что, вот чего мы хотели, мы этого добились. Я рад, что он уже первую игру сыграл за команду, я надеюсь, что он в будущем хороший, это как его, хороший игрок для команды, и еще у него будет очень много показать нам. Так что я очень доволен, не то, что я Бегича, я доволен, и Захов там вошел, и Кулик, и Черки, вот эти ребята, которые в конце пришли, они потихонечку уже входят в команду, они еще не готовы играть сначала. Ну, конечно, были моменты, которые мы недовольны, но это уже мы сами разберем, посмотрим, и надо, будем исправлять. Ну, я прежде всего благодарен ребятам за настрой, за отношение к игре, да, может быть, по содержанию она была не самого лучшего качества, но в таких погодных условиях сложно, сложно даже на скамейке сидеть, не говоря уже о том, что 90 минут борьбы, борьбу выдержали ребята, это все, я очень благодарен им за отношения, за и сегодняшнее поражение, никак не, я считаю, что оно абсолютно несправедливо, несправедливо. Пожалуйста, вопрос. В чем причина? В судействе или что-то где-то не добежали? Они хотели, бежали, добежали, все, хотели. Объективно, если брать, то Оренбург, команда полтора месяца назад в Премьер-лиге еще играла и покинула Премьер-лигу совершенно случайно, да, случайно, проиграв Хабаровску в двух играх, при огромном преимуществе и при незабитом благовом пенальти в домашней игре. Сохранила составы, понятно, что многие ребята их только, этих игроков по телевизору видели, но тем не менее, они играли, старались играть, старались показать хороший футбол, все, и моментами были, особенно второй тайм, где-то начало, средина, посредина второго тайма мы имели преимущество, да, таких явно годовых моментов, скажем так, не было, чтобы на сто процентов, что, ну и у них этих моментов не было абсолютно, абсолютно ничего не было. Все, то, что мы их превзошли немножко, по первому тайму где-то Робосик в начале присутствовал, все, они хорошо контролировали мяч, опытная команда, все. Второй тайм, мы с преимуществом играли, все, еще раз повторяю, никак, и благодарен еще раз ребятам, благодарен за ту проделанную работу, которая, результат отрицательный, а так, я скажу, благодарен, что они проиграли характер и желание и стремились к этому все, чтобы сравнять счет, не проиграть. Ну, к великому сожалению, но. К судейству, у вас претензии есть, по-моему, делить? Я один раз уже предъявил претензии, мне бы не хотелось, чтобы мне еще дали более длительную скалификацию. Вы просматривали? Да, я просматривал. Ну, что там было, скажите, чтобы понятно было. Чтобы понятно было, но в наши ворота пенальти, вы вот лично, вы с трибуны же вам видно было сверху, даются такой пенальти? Ну, рикошетер от головы, касание руки. С одного метра принял боковой, да? Да, но он боковой. А когда завершал ударом головой Хайманов, Хайманов, и мяч ушел на угловой, от чего он ушел на угловой? Вот это не видно было. Ну, там видно, что от руки. От руки, да. От руки. Мяч в ворота шел. Вратарь потерял уже позицию, да? Все, мяч он направлял в ворота. В ворота. Как ребята мне сказали, вот то, что я привык людям верить, да? Как ребята сказали, что судья боковой также пришел и сказал, что пенальти. Стопроцентный пенальти. Да, основному, да, основному суде он сказал пенальти. Так как он назначил в наши ворота, также он и сказал, что чистый пенальти. Ну, главный судья принял решение угловую. Чем он руководствовался? Пусть разбирается, есть судейский, есть инспектор для начала, есть судейский комитет. Ну, приблизительно я знаю, чем все закончится. Приблизительно. И ответ, наверное, вы знаете. Павел Ильич, ну, команда вот сейчас потеряла единственную светлую голову в середине поля, Каюмова, да? То есть без него конструктивно вообще ничего. Я с вами согласен, что в организации с его потери, с травмой Каюмова, да, ну, надеемся, что эта светлая голова с понедельника начнет уже тренироваться в общей группе. Сомнения у меня есть на то, что он уже выйдет в стартом составе, допустим, с Томском. То, что начнет он тренироваться, это уже сдвиг. Ну, вот, не хотелось бы, конечно, к королю аутсайдера привыкать. Ну, вот, вот, сказать, вот как-то это подразумеваете, что очки будут с большим трудом в этом году доволен. А я это говорил в начале чемпионата. Я сейчас могу сказать, что у нас все игры такие будут, вот, все игры. Я вам говорил о том, что все сделаем для того, чтобы команда была боеспособной. Для этого нужно время, да, время. И понятно, что неприятная ситуация сейчас, турнирная, неприятная. Ну, ничего страшного. Там плотность такова, что одна-две удачные игры, и все может измениться. Шесть туров прошло только. Надеюсь на то, что ребята сейчас Каемов должен подлечиться, должен. Женя Ушаков начал тоже уже беговую работу начал. В ближайшее время, надеюсь, в ближайшее время Садов подойдет после потрясения. Сегодня потеряли очередная потеря у нас Алхазов. А что с ним приключилось? Ну, пока я не могу. По реакции, которая с его стороны, что он не смог продолжать играть, там, ну, он явно там прыгнул ему в опорную ногу, да, игрок команды Оренбург. Увезли его на скорой помощи, сейчас он находится в БСМП. Сейчас доктор должен связаться, массажир с ним поехал, свяжут, сделают снимок, тогда уже будет ясно. Насколько вы довольны дебютом Курилов в сезоне? Ну, он очень много пропустил, вы знаете, это очень много пропустил. Были практические ошибки при стандартных положениях. Я кричал во втором тайме. Он играл персонально с Айволи. И во втором тайме он два раза позволил Айволи при стандартном положении нанести удар в ворота. Игрок такого уровня, таких ошибок не должен допускать. А так, в принципе, если брать в общем, с учетом того, что он долго лечился, череда у него травм была, не одна череда травм. Только после одной он восстанавливался, тут же получал другую. То, скажем так, на удовлетворительном уровне. Но это не его уровень. Пока это не его уровень. И надеюсь на то, что он прибавит, и реально будет усиление оборонительных, наших оборонительных везда.